В его роду известные всем русским фамилии. Писатель Лев Толстой. Наместник Сибири Иван Милославский. Декабрист – князь Сергей Волконский. Княгиня Волконская, последовавшая за ним в ссылку. Он считает себя русским французом, хотя более 50 лет живет в США. Владимир Сергеевич Толстой Милославский. Его дед – товарищ председателя последней Государственной Думы в 1915 году. Отец – офицер Белой Армии. Родился он в семье иммигрантов первой волны, в Ницце. Жил в Париже. Учился в Духовной Академии. Владимир Сергеевич закончил университет в США. Преподавал. А русскому языку его учила няня. Когда убежали из России, с собой взяли няню свою. Настоящую такую пушинскую няню, которая меня воспитывала. И благодаря ей я еще говорю по-русски. Он – один из тех, с чьей помощью в Вашингтоне строился собор святого Николая. Нужно обязательно иметь русский уголок. И русский уголок нельзя было иметь без того, чтобы русской земли не было. И долго ждали, когда князь, это привезли. Немного. И вот в фундаменте нашей колоколи – русская земля. Его жизнь была полна самых необыкновенных встреч и впечатлений. Например, он сопровождал Хрущева на первой американской выставке в СССР в Сокольниках. Я, когда попал в Россию, чувствовал себя совершенно дома. Решил спросить знатного священника. Я хотел бы здесь остаться и помочь в СССР, если я мог бы. Он мне ответил, я не могу забыть это. Если вы готовы на мучения, оставайтесь. Но если вы не готовы на это, я не рекомендую вам здесь оставаться. Но, конечно, по своей слабости я поехал обратно в Америку. Вся жизнь профессора Толстого посвящена изучению России и сбежению культур. В 1958 году из рук Ричарда Никсона он, первый русский и один из первых американцев, получил премию ЭМИ за курсы лекции по телевидению о России. И сегодня, в свои 88 лет, граф Толстой активно участвует в культурной жизни американской столицы. Вместе с князем Аболенским более 30 лет проводили благотворительные балы, вырученные средства от которых переправлялись в Россию. Но главным для него остается церковная жизнь. Он содействовал проведению росписи храма русскими иконописцами. Вот еще хочу, я бы до своей смерти еще постараться позолотить все купола. Позолотить купола пока это только мечта. Но, как всякие русские, он знает, что купола в России кроют чистым золотом. Чтобы чаще Господь замечал. Ануша Витясян, Сергей Маскалев. Для программы «Настоящее время. Вашингтон». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.